В связи с ростом объемов производства пива, актуальным вновь становится вопрос возврата оборотной тары на пивные комбинаты и утилизация необоротной. Необходимость вспомнить о проблеме назрела также в связи с приближающимся Евро-2012. Основная практика сбора стеклотары в нашем городе – это передвижные пункты приема. Вопросы регламентации выдачи разрешений на такие пункты у нас достаточно лояльны, потому в Запорожье их в 2-3 раза больше, чем, к примеру, в Днепропетровске или Донецке. Не обустроенные должным образом передвижные пункты приема стеклотары – зачастую антисанитарные условия, шум при погрузке бутылок в мешки и неприглядная внешняя картина, что в свою очередь вызывает вполне справедливое нарекание жителей близлежащих домов. А ведь мы давно могли бы обустроить пункты приема, сделав их стационарными, если б не бюрократические препоны на пути их оформления. Посмотрите, как могли бы работать большинство киосков. Стационарные, уютные, обустроенные работают по графику, что исключает шумную стихийную погрузку бутылок. Очень хороший киосок, нормальный приемщик, принимает хорошо, аккуратненько, чисто, никогда ссоры нет, не ссорится, не спорится ни с кем, очень хорошая женщина. Я думаю, чтобы должны киоски по всему Бородинскому, даже не то, чтобы по Бородинскому, а по всему городу, чтобы были. Человек пришел уютно, тихо, хорошо, спокойно, чтобы люди этого не сидели на тих бордюрах и не принимали. А тут красота. С вниманием встречают, так добросовестно, честно, как при советской власти. Тогда давали за такую работу, присваивали звание ударник коммунистического труда. В настоящее время в нашем городе работают 13 таких киосков. К сожалению, пока только в четырех районах города. В местах работы киосков нет антисанитарий и шума. В обустроенном месте приемки работают бывшие учителя или медработники. Одним словом, это совершенно иной контингент, в отличие от приема, земли. И это, в конце концов, живая копейка в бюджет города за пользование земельным участком, на котором установлен киоск. Я уже работаю два с половиной года. Как вы оцениваете условия труда? Вам тут удобно? У нас здесь очень удобно. У нас и условия труда, и оплата. У нас полностью все устраивает. Что же нужно, чтобы таких киосков стало больше? Чтобы изменить сложившуюся практику, необходим системный подход. Ведь до евро 2012 осталось совсем немного времени. Осуществить это в короткие сроки возможно лишь при условии принятия городской программы по сбору и утилизации стеклянной тары. А также упрощение процедуры размещения малых архитектурных форм для ведения предпринимательской деятельности. Все вместе это устранит хаос на рынке оборотной тары, принесет дополнительные средства городу и улучшит внешний облик Запорожья. Субтитры создавал DimaTorzok